По следам йогов, паломничество в Лапчи. День первый. Ранним утром 10 октября 2011 года. Нубхаринпочи покинул монастырь Дрикунг Хагьюлинг. В путешествии с ним отправились 39 иностранных учеников и 20 кибетских преданных. Их пункт прибытия Лапчи, святая земля Джетсуна Миларепы. Лапчи расположен на северо-востоке Непала, на границе Непала и Тибета. День первый. Из Катманду в Джагад. Около 159 километров. 10 часов на автобусе. Цель поездки – участие в подношении Миларепы. 100 тысяч сок. Бум сок. Организованная Нубхаринпочи и ассоциацией Лапчи. После дни отрязки в дороге мы наконец добрались до лагеря в Джагате к вечеру. День второй. Из Джагата в Лама-Бага. Примерно 12 километров. 8 часов ходьбы. В следующие 4 дня мы будем проходить от 5 до 10 километров в день. Нам сказали, что первый день пути будет довольно легким. Однако, мы проходили через упавшие породы, и нам пришлось обходить бамбуковую джунгль. Дорога была крутая и скользкая. Только благодаря сплоченности мы смогли безопасно это пройти. Лама-Багар или Чо Ша был нашим лагерем для ночевки. День третий. Из Лама-Багара. Входа в Ардж. Приблизительно 10 километров. 10 часов ходьбы. Нам пришлось идти по крутым и скользким бревнам, сквозь скалы и каменистые речные пороги. Мы проходили через разрушенные деревянные мосты. Мы проходили через разрушенные деревянные мосты. И сквозь торговые подвесы сегодняшнее путешествие было самым сложным и опасным. День четвертый. Гадавари или Нья Йон. На тибетском означает левое ухо. Это относится к левому уху Чакра Самвара. Это самовозникшееся изображение левого уха человека на скале. Дрикунг Кьябгон Чецанг Ринпочи провел трехмесячный ретрит здесь в 2003 году. Так как Гадавани – это священное место, обладающее великими благословениями, Нубхарин Почи хотел, чтобы все остановились здесь и практиковали еще один день. День пятый. Из Гадавани – Вха Лунг Ог. Нижний – Вха Лунг. Примерно 10 километров, 5 часов ходьбы. Если бы мы шли быстрее, мы могли бы достичь лапчи к наступлению ночи, но в целях безопасности, чтобы каждый привык к повышению высоты, мы разбили лагерь здесь на ночь, чтобы немного отдохнуть. День шестой. Из Вха Лунг Ог до монастыря Чора Гепхель Линг. Около 6 километров, 4 часа ходьбы. По пути мы прошли через Вха Лунг Гонг. Лха Лунг означает обитель Дэв. Нубхарин Почи был в ретрите здесь больше года. За верхним Лха Лунгом мы можем видеть священные снежные горы Дордже Гундрага. Дордже Гундраг – это один из 12 защитников Дхармы Тибета. Раньше предгория этих гор обозначали границу между Тибетом и Непалом. Однако он был присвоен Непалу, когда Непал и Китай переназначили общие границы после 1959 года. Вся эта территория принадлежала Тибету. Нубхарин Почи позвал всех делать простирание здесь, Чак До. Посмотрите на вершину горы. Видите первую вершину? Рядом находится маленькая вершина. Выглядит так, словно Миларепа сидит там. Вы видите это? Нубхарин Почи посещал Лапчи несколько раз в 1998 году. Он провел в общем 7 лет в Лапчи, и самый долгий ретрит длился 4 года. Последний раз Нубхарин Почи покинул Лапчи в 2009 году. Как только он приблизился к предгорю Лапчи, некоторые жители Лапчи уже ждали его, чтобы поприветствовать. Дарзин Дон Друп Палден Ринпочи, мастер ретрита, Лапчи и участники ретрита были очень счастливы снова видеть Нубхарин Почи. Первая священная пещера, к которой мы пришли, была Лунг Тхук, пещера Пророчества. Его святейшество было здесь ранее, в течение 7 дней. Он сказал, что эта пещера символизирует главные ворота Лапчи. Как только мы приблизились к монастырю Чора, Гепхель Линк, аббаты, монахи, участники ретрита и жители уже приветствовали Нубхарин Почи. Генера, Генера, Кульба. Генера, Кулак. Генера, Кулак. Он здесь старейший, ему больше 80 лет. КОНЕЦ 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 Сто тысяч в подношении Цок Миларепи, монастырь Дрикунг Кагья, Линче Линг. КОНЕЦ Миларепа родился в 1052 году в Тибете в одной богатой семье. Ему было 7 лет, когда отец ушел из жизни. Его дядя и тетя захватили все их богатство и жестоко обращались с Миларепой, его мамой и его младшей сестренкой. Позже Миларепа освоил темную магию, чтобы отомстить своим родственникам. Он произвел проклятие, убившее 35 человек. Однако, у него зародилось великое раскаяние, и он решил повернуть разум к Будде и Дхарме. КОНЕЦ КОНЕЦ Сто тысяч Цок Бум Цок Подношение Миларепи Относится к практике подношения Цок к Гуру Йоги, Миларепы. Целью является начитывание мантры сто тысяч раз. Верхняя площадка была перед Дадул Пхугом. За день, до самого Бум Цога, Нумпа Тинпоче, провел предварительную практику очищения препятствий. Мы проводим Бум Цог в заснеженных горах священной земли Лапчи, особенно в Дудул Пхуге, одной из четырех главных пещер великого йоги на Миларепы. Мы имеем такие условия и причины, потому что имели великие устремления и накопили огромные заслуги с безначальных времен. Сейчас идет эра пяти омрачений. Из-за недостатка накопленных заслуг живыми существами, многие страны и регионы претерпевают бедствия, такие как наводнения, пожары и прочее. Таким образом, через подношение Цок мы можем молиться за мир во всем мире. Ранним утром мы обнаружили, что земля уже была покрыта снегом 6 дюймов. Это был первый ранний снегопад в Лапчи. Однако, так как снег не мог выдержать вес тенда, Пхуджа была перенесена в монастырь Чора Гепхель, Линк. Все принялись играть из-за снега. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы играли по-взрослому, но и когда дошло до практики, мы также по-взрослому практиковали. В 2006 году Чицанг Ринпоча во второй раз пришел в Лапчи. После того, как он завершил ретрит, местные члены Сангхи провели первый бум Цок Миларепи. Целью была молитва за долгую жизнь, исполнение действий Дхармы, его святейшества. Так как Лапчи расположен в отдалении и является изолированной местностью с ограниченными ресурсами, то только четыре года спустя, после того раза, эта Великая Пуджа смогла быть проведена снова. Субтитры создавал DimaTorzok Там было около 100 учеников, ожидающих бум Цок. Среди них было 44 иностранцев из 11 стран, включая Испанию, Швейцарию, Латвию и другие. Это первый раз в истории Лапчи, чтобы здесь собралось так много иностранцев. Остальные участники, включая монахов, были из Дрикунг Кагью Ричен Линга и монастыря Чора Гепхель Лин. Участники ретрита – жители Лапчи и преданные из Тибета. Жители Лапчи не упускают редкую возможность поучаствовать в добродетельных делах совершений подношений. Они поют и танцуют с великим рывением. Они поют и танцуют с великим рывением. С рынка Каги Монахи также исполняли танцы ваджры. В общем, есть два вида танцев ваджры. Один – это танец ваджры и дам. Другой – защитник от хармы. Разные защитники дхармы и едамы делают разные позы и шаги. Танцоры используют свои шаги, чтобы следить за колесом защиты, дарджи и их цепями, или сверкающими горами. Поэтому такие различия. Если вы не знаете этого, вы не сможете сказать разницу. Танец ваджры может быть и характеризован как действие успокоения, стимулирования и искоренения плохих поступков. Танец ваджры, который поставил я сегодня, был Чо Кьонг Цимар. Он был изначально монахом, практиковавшим в одиночестве в горах. Однажды местная принцесса пошла в город и была укушена ядовитой змеей. Монах спас принцессу и принес ее в свою пещеру. В это время король отправил много людей на поиски пропавшей принцессы. Один посланник нашел принцессу в пещере монаха и доложил об этом королю. Услышав это, король пришел в ярость и отправил своих солдат схватить монаха. Хотя принцесса пыталась сказать королю, что монах не причинил ей вреда и наоборот был ее спасителем, король отказался поверить ей и приказал казнить монаха усилий Нуб Паринпоче, монастырь был успешно восстановлен. Перед смертью монах дал злую клятву. После того, как он умер, его тело превратилось в огромное кровавое яйцо, из которого вылупился Чок Юнг Цимар. Из шести различных частей тела Чок Юнг Цимара, таких как кость, плоть, кровь, мозг и так далее, он далее проявил шесть братьев. Позже Чок Юнг Цимар, его шесть братьев, были укращены под Масамхавой и стали защитниками Дхармы. Здесь было четыре знаменитых периода в ходе истории Лапчи. В 11 веке, когда Джи Цун Миларепа был в Лапчи, он привлек много учеников, которые пришли попрактиковать здесь. В 13 веке, лорд Джик Тэн Сум Кон, основатель родословной Дрикун Каг Ю, отправил Дорджин Ян Гру под рак и 55 525 учеников практиковать в Лапчи. В 15 веке, Лапчи Нам Кха Гял Чен практиковал в Лапчи в течение 31 года. Я обучил множество учеников здесь. В конце он ушел из жизни в Лапчи. В 18 веке, Шапкар Чандрук Рангдролл построил этот монастырь из тупо Джангчуп. У него было около 2000 учеников. Чора Гепхель Линк – это главный монастырь в Лапчи. Спад в Лапчи начался после 1959 года. Чора Гепхель также был сильно разрушен. В Лапчи осталось много священных предметов, оставленных мастерами и практиками прошлого. Мы получили специальное разрешение заснять эти вещи. Антарже Лапон Церин Пенба – настоятеля монастыря Чора Гепхеллин. Одной из таких драгоценных святых вещей является реликвия короля Сонг Ценг Гон По. На одной стороне реликвии – изображение Тысячерукава Чин Резига. На другой стороне – изображение Шестерукава Махакала. В тот период, когда 55525 практиков были в Лапчи, у мастера Дарзин Янгру Бадрага было два яка. Одного звали Гитрипа, другого – Трипупа. В горах Лапчи был вид травы, который мог освободить живых существ. И была вода, которая могла очистить омрачение. Эти два яка съели эту траву и выпили эту воду. Когда они умерли, они обрели радужные тела. Один из них оставил останок черепа, который выглядит как капала. Также здесь есть остаток зуба, который отображает Снежную гору. И священное озеро Церингма. Все это от одного яка? Да. Им обоим более 800 лет. Это останок черепа. Гьялва Гадрагпы. Он практиковал Ваджира-йогу здесь в течение года. Когда он покинул тело, останок его черепа проявил изображение свиной головы. Эти два зуба принадлежали Лапчи, Намха, Гьяджин. Когда его тело кремировали, он оставил после себя эти два зуба и много останков. Эти останки были отправлены обратно в монастырь Дрикунг Тхил. Это останок зубам монахини из цари. Она практиковала и пела Мани Матру 100 миллионов раз здесь. Когда она покинула тело, останок ее зуба отобразил ракушку. Это верхняя одежда его святейшества, Падми Гьяцшена. Он совершал паломничество в Бадгая. Затем он вернулся в Лапчи через Непал. Это также обувь Марпы. Обувь Лапчи Намха Гьяцшена. И обувь Наропы. Цанг Ньон Харука оставил орнамент своей кости. Он один из авторов биографии Миларепы. Наиболее важными предметами являются Медвежья шапка и хлоповое одеяние Джетсуна Миларепы. Эти святые вещи особенно драгоценны. Это большая редкость, чтобы настоятель разрешил нам показать их публично. Скажи ему, это останок короля Са Цена Ган По? Это тысяча руки Чен Ризик. Спереди тысяча руки Чен Ризик. Сзади шести руки Махакала. Я слышал, что эта часть была кем-то съедена. Кто это был? Настоятель. Дворяне им съел его. Ха-ха, как рискованно. Пойдемте. Это останок от короля Са Цена Ган По. Это обувь Лап Чи Нумка Гял Цена. Если ударить тебя этим ботинком по голове, можно избавиться от болезней. Если вас ударит по голове ботинком Марпы, вы определенно упадете в обморок, потому что он очень тяжелый. Давайте посмотрим, будет ли больно. Это больно, как будто ударили палкой. Это останки короля Са Цена Ган По. Это обувь Лап Чи Нам Хя Гял Цена. Нумпа Рин Почи дорвал четырехрукового Чен Ризика. Это было очень ценно для жителей Лап Чи. И преданных из Тибета. В завершении Бум Цога, Нумпа Рин Почи провел Пуджу под ношением дыма. Согласно тибетской традиции, каждый бросает сампу, воздух для благополучия. Лап Чи — это одно из двадцати четырех святых мест — Чакра Самвары. Из двадцати четырех мест — Кайлаш — это мандала, тело Чакра Самвары. Лап Чи — это мандала Речи. И Цари — это мандала Ума. Говорят, что подмасамхава был в Лап Чи. Лап Чи также был благословлен многими индийскими махасидхами, как Сараха. В восьмом веке Ютхон Юнтэн Гонопо, целитель короля Трисонда Цена, также практиковал в Лап Чи. Его пещера известна как Ютхок Пук. Здесь в Лап Чи есть бесчисленные пещеры различных размеров. Пять самых известных пещер — это Дудул Пхук, Речен Пхук, Зе Пхук, Верхняя и Нижняя Бепа Пхук и Лунгтэнг Пхук. Дудул Пхук была первой пещерой, в которой остановился Миларепа, когда впервые прибыл в Лап Чи. Дарзин Дон Друк Палден Ринпоче — это ретритный мастер Друфон Лап Чи. Он жил в Лап Чи на протяжении 19 лет и хорошо знаком с историей и развитием Лап Чи. Миларепа приехал в это священное место и находился в пещере Дудул Пхук в течение шести месяцев. В это время пошел непрерывный снег в течение 18 дней. И Миларепа столкнулся с четырьмя видами препятствий. В итоге он покорил эти препятствия и достиг практики Тумо. Позже эта пещера была названа Дудул Пхук, пещера покорения Мар. Так называемые Мары были побеждены. Как подразумевает название Дудул Пхук, относится к Маре, болезненных эмоций и сбивчивых мыслей. Войдя в медитативное состояние, Миларепа покорил Мару, сбивающего мысли, и достиг практики Тумо. Мне кажется, это величественно. Кроме этого, больше нет других знаков чудесной мощи Миларепы. Знаки и чудесная мощь приходят вместе со способностями. Это достижение Миларепа получил без способностей. Такое достижение без способностей – это еще большее величие. Нянг Мапа Шапкар Чодур Ранг Дрол также позже пребывал в уединении в Дудул Пхуге длительное время. Затем он построил монастырь Чора Гепхель Лин и принес эти статуи в Дудул Пхук, Зепхук и другие пещеры в Гепхель Лин для сохранности. Он управлял монастырем и основал квалифицированное сообщество Сангхи. Так как он был истинным практиком, у него не было предубеждений по поводу сект. После основания монастыря он написал письмо святейшеству Дрикунг Падми Гятшен, информируя его. «Я обосновал монастырь и общество Сангхи на твоей святой земле. Прошу отправить кого-нибудь, чтобы передать управление». Видите, какая благородная мысль была у него. Далее мастера из других родословных, такие как Шабхар Ричен, Ричен Дачингпа, Цанг Ньон Харука, Люгул Чу, Тома и другие также приехали в Лапчи для практики. Мастера Шанг Пакагью, Друг Пакагью и Карма Кагью также благословили эту святую землю ранее. Поэтому это место действительно величественное. Когда Джиктэн Сумхкон отправил 55525 учеников в Лапчи, где они остановились? Здесь. Если они все остановились здесь, было ли им достаточно места здесь? Это так. От Санг Кура на западе до Тсип Ри на юге, ученики Дарзин Янгру Падрага заполнили все пространство. На протяжении этого времени там говорится так. «Небо принадлежит Дрикунгу, земля принадлежит Дрикунгу». Если вы будете обходить, изучая горы, то вы увидите много маленьких пещер со следами грязных плит. В течение периода 55252 учеников было как минимум 10 тысяч из них, кто жил в этой горе. Мы также последовали за Друмхоном к Риченопхугу. Есть два объяснения названию Риченопхуг. Некоторые говорят, что Джатсун Риченопа – это одно из имен Миларепы, так как он привел много времени в этой пещере. Эта пещера была названа Риченопхуг. Однажды Миларепа полетел из транг Мара до Зепхуга. Он пробыл там три дня и оставил два отпечатка ноги перед приземлением. Затем он увидел белую кристальную ступу, прилетавшую над Индией, сопровождаемую сильным порывом ветра, прежде чем ступа испарилась. Зная, что это был демонический знак, он полетел назад в Риченопхуг из транг Мара и оставил там след. Есть также те, кто называют эту пещеру Рек Ченопхуг. Рек означает «касание», что означает, что Миларепа коснулся ногами породы. «Я оставил там свой отпечаток». На самом деле, это не так важно, что означает название, так как мы знаем, что Миларепа благословил это место, имеющую историю девятисотлетней давности. Когда Чоза Намха Гялчен пришел в Лапчи, он постоянно пребывал в Риченопхуге. Раньше Дорзин Янгруп Падрак сделал несколько сооружений здесь. Намха Гялчен затем отреставировал шингхол и кухню. Он практиковал здесь много лет. И обрел великое достижение. Для того, чтобы ученики будущего смогли развить веру в Бодхидхарму, он оставил за ним отпечаток кулака. Это отпечаток его кулака. Некоторые местные люди говорят, что это не отпечаток его кулака. Но это неверно. Это отпечаток его кулака. Намха Гялчен пребывал в Лапчи более 30 лет. Когда он ушел из жизни, его тело было кремировано, а его кости и пепел были использованы при сооружении этой ступы. Со временем Дорзин Янгруп Падрага до Дорзин Кюнг Гаринпоче эта позиция Дорзина была непрерывной и не сменялась. В 1959 году политический переворот встревожил Лапчи. В результате здесь не было Дорзина долгое время. Его святейшество назначило Гелунг Иже быть Дорзином Лапчи. В то время там было нас семеро, и мы все находились там на протяжении трех лет. Мы были первой партией практиков с 1959 года. Затем это была моя очередь стать Дорзином. В те времена там был Нумпа Ринпоче, Такцанг Гелунг, Кончонг Кинзин, некоторые другие. Ассоциация Лапчи была основана немного позже. Почему великие мастера прошлого были способны оставить после себя чудесные знаки, такие как отпечатки ног и рук на камнях? Практики прошлого отличаются от практиков настоящего. Метод, место и родословное до сих пор те же, но практики настоящего не способны оставить такие отпечатки ног и рук. Почему? Отличие лежит в настоящей практике. Раньше, когда Милареппо практиковал, он надевал лишь кусок белой материи и ел одну крапиву. В этом отличие от современных практиков. Поэтому он был способен к такому великому достижению. Наши тела состоят из четырех элементов. Он мог контролировать внутренние четыре элемента. И поэтому мог оставить после себя отпечатки стоп и рук в горной породе. Сегодня мы не можем достичь такого, потому что когда мы практикуем, мы слишком зависим от материальных нужд. Хотя мы практикуем согласно ступеням и следуем традициям, мы не способны покорить собственный ум. поэтому у нас нет сверхъестественной силы летать или оставлять после себя отпечатки стоп. Зепхук это высочайшая пещера в Лапчи. Отсюда мы можем отчетливо видеть Карпа Бухки, святую гору Ченрезига, Нагпа Бумри, священная гора Ваджирапани, и Серпа Бумри, священная гора Манжушки. Мы следовали за Нагпа Ринпоче дать Зепхуга ранним утром. Это отпечаток Наги Цирингмы, пяти сестер долгой жизни. Здесь это отпечаток ее стопы. Ранее, когда Гарчен Ринпоче приехал в Лапчи, он увидел Махакаву и Цирингму своим ясным видением. Обе они защищают эту священную землю. Когда Ток Дэн Ринпоче недавно посещал Лапчи, он также видел пять сестер Цирингмы своим ясным видением. Кроме отпечатка стопы Цирингмы, там есть отпечаток стопы Миларепы на скале снаружи Зепхуга. Миларепа оставил этот отпечаток, когда летел из Лапчи в Ронгшар. Снаружи Зепхуга есть священный источник, поднесенный четырех рукем Махакалы, Миларепе. Уровень воды в этом источнике не увеличивается, не уменьшается с годами. Когда Джатсун Миларепа практиковал здесь, это место было незаселенным. Он практиковал в суровых условиях, испытывал великие страдания в это время. Затем он посвятил все заслуги от испытываемых им трудностей будущим практикам, чтобы они не страдали так, как он. так как мы смогли прийти сюда и увидеть отпечаток стопы Джатсуна Миларепы, это великое благословение. В биографии Миларепы также упоминается, что любое живое существо, кто проявит уважение и радость, услышав его имя, никогда не впадет в три низших мира, в течение семи жизней. Мы не только слышали его имя, но также имели преданность и веру в него, и мы преодолели разные трудности. Мы можем даже сказать, что мы рисковали нашими жизнями. Вся дорога в Чоша, мы могли свалиться, наши мертвые тела даже бы не нашли. Рискуя своими жизнями здесь, мы отчистили много негативной кармы прошлого и накопили даже большие заслуги. Хотя мы можем сказать, что это сложно делать простирание. Простирание это всего лишь маленькая часть по сравнению с нашим путешествием до Лавчи. Здесь просто нет опасности и угрозы для жизни при выполнении простираний. Самое большое это ты можешь получить боль в спине и ногах. Это все. Искуя своей жизнью здесь, мы накопили большое количество заслуг. Таким образом, когда мы здесь в Лавчи, если мы думаем о Миларепе и часто молимся ему, мы получим великие благословения. Это непостижимо. После подношения дыма Ринпочи бросил немного волос за утес. Волосы принадлежат учениками из других стран, отрезанным во время церемонии прибежища. Ринпочи надеялся, что эти ученики будут соединены с этим святым местом и что они обретут такие же постижения, как Миларепа в будущем. Нумпа Ринпочи постоянно вовлечен в добродетельные действия во благо всех живущих. Ринпочи подробно рассказал об опыте, который он получил в Зеппухе. Я находился здесь раньше в течение 21 дня. В ночь моего первого визита я готовил немного каши на огне. Когда я вдруг услышал звук барабана «Том, том, том!» Сначала я был шокирован и испуган. Но я подумал сразу о его святейшестве. Чему его святейшество научило меня. Он говорил «Неважно, с какой бы ты ситуацией ни столкнулся, всегда думай о хорошей стороне, не думай о плохом». Затем послышались звуки поющих людей, звучащих словно несколько сотен с барабанными ударами, раздающегося изнутри пещеры. Когда я вспомнил учение его святейшества, я почувствовал, что это не было чем-то плохим. Это не был демон. Это определенно было время пуджи даков и дакини на этой священной земле. Когда я подумал об этом, мой ум успокоился. Во время моего пребывания я слышал это пение каждую ночь, как дневную пуджу. в то время, если бы я не подумал позитивно, я бы испугался, подумав, что это демон или что-то подобное. И так, как я был там совсем один, я бы, возможно, убежал в темноте в гонпу, и я бы определенно упал. чему я научился из этого. Во время нашей практики это очень важно помнить учение ламы. Когда мы думаем о словах нашего ламы, это очень благостно. Бепа Пхук это другая пещера, где жил Миларепа. Бепа Пхук делится на две, верхняя и нижняя. Нумпаринпоча практиковал в уединении верхней Бепа почти 4 года. Это когда-то было пещерой практики Шапкара, Чодрук Рангдрола. Когда он практиковал здесь, он своими глазами видел Цирингму. Цирингма пообещала, что она поможет ему достичь деяния Дхармы. Шапкарн Чодрук Рангдрол имел около 2000 учеников. Большинство из них были из Шигасти и Ниалама. Также он имел много спонсоров. Благодаря их помощи он построил Гепхеллинг здесь внизу. Возле Гепхеллинг стоит белая ступа, внутри этой ступы есть другая ступа. Она была построена множеством учеников Шапкара Чодрук Рангдрола. Говорится, что каждый из них притащил по горной породе, и они завершили ступу за один день. Эта пещера очень известна среди таких пещер Лапчи, как Дудул Пхук и Ричен Пхук. Эта пещера называется Беба Бонг. Ретритный дом сестер Ширак Чодрон находится в пещере ниже и называется Беба Ок. Я слышал, что Миларепа видел Мандалу Чакры Самвар в пещере Беба Пхук. Была ли это Беба Гонг или Беба Ок? Возможно, это была эта пещера Беба Гонг, потому что Миларепа практиковал здесь в течение длительного времени. Говоря в целом, Миларепа находился в большинстве пещер Лапчи. У него не было постоянного места пребывания. Куда бы он не пошел, если там была пещера, он останавливался в ней, поэтому возможно, что он останавливался в Беба Ок. Шапкар Чодрук Рангдрол это умственная эманация Миларепы. Лунгтен означает предсказание. В 13 веке лорд Джиктен Сумгон, основатель родословной Дрикун Кагью, дал наставление Дарзин Янгру Пудрагу в практике в этой пещере и сказал ему, что позже отправит ему 55525 учеников в Лапчи. Действительно, 55525 учеников пришли в Лапчи, поэтому эта пещера называется пещерой предсказания. В то время лорд Джиктен Сумгон сказал, когда ты достигаешь святой земли Лапчи, в пещере. Форма этой пещеры напоминает форму человеческого сердца. Человеческое сердце выглядит вот так, но она повернута вверх, так. Таким образом, тебе следует пребывать в этой пещере и медитировать на чакра Самвару. После этого тебе следует дать учение ученикам в этой пещере. Если мы посмотрим на эту пещеру издалека, она похожа на треугольник. символизирующий Чо Джо Йонг. Поэтому это священная сторона Ваджра Ягини. Там дым спускается вниз, который выглядит словно нектар Ваджра Ягини. Вы можете попить воды. здесь находится кусок равнины вдоль реки внизу Чора Гепхелин. Там находятся несколько ретритных домов, включая ретритные дома Нукфаринпоча и Чацангрипоча. Его святейшество пребывало в 2007 году. В то время я практиковал Бепхабхуги. Я вышел из медитации, когда его святейшество приехало в Лапчи. Тогда я нашел эту землю и решил построить небольшой ретритный дом здесь. Так это было сделано. В течение того времени я проводил здесь, пункт Соги. Как только ретритный дом был закончен, Гарчен Нукфаринпоча приехал в Лапчи. Он остановился на одну ночь здесь, чтобы благословить этот дом, и мы позже сделали подношение Цок здесь. После этого я пребывал здесь два с половиной года. каменная мандала была преподнесена мною. Над ней этой стопки имеется порода золотистого цвета. Это выглядит так, словно на нем отпечаток копыта яка. Я нашел камень возле реки. пока я ходил в округе, я взял несколько камней и поднес их здесь. Отсюда вы можете увидеть Цек Кук и Ри Чен. Так я сделал простирание и поднес каменную мандалу здесь. Так хорошо сидеть здесь и смотреть на небо медитируя. Это очень приятно. Если вы посмотрите на гору, выглядит будто песня Зи Ку Ян Зи Мы следовали за Нуб Парин Почи до рекритного дома Чен Цан Карин Почи. Его святейшество прибыло в Лапчи для практики в 2003 и в 2007 году. Он был в годах Вари в 2003 и 2007 он практиковал именно в этом доме. Заходите все. Это место, где его святейшество раньше останавливалось. Это его постель. Проходите вы все и сделайте простирание. В данное время здесь в Лапчи собралось около 20 практиков. Три из них монахини. Их ретритные дома находятся в этом месте. Таша Дилек, вы здесь практикуете? ретритные ретритные монахини слишком маленький. Очень хороший. Она из Лими. Она практиковала в Татапане под руководством Друппон Чопхель Ринпоче. Затем она пришла сюда. Она здесь уже более двух лет. Это Ани Чодрон Гончонг Чодрон. Она практикует давно. Она практикует уже более девяти лет. Раньше здесь не было места. в то время эти места были пустые. Однажды я был в Такстанг Кэ Лонг, Лама Вниан Йон, который говорит на мандарине. Он шел с того места, где сейчас расположен мост. Я вышел в гору, чтобы попасть сюда. Мы сидели здесь и ели некоторые подношения цога, о чем я молился в это время. Я молился, чтобы в будущем здесь был небольшой ширин, хол, Ченри Зига здесь. Как он может быть прекрасен? Такие мысли были у меня. Вследствие зависимого происхождения, ретритный дом его святейшества был построен позже в этом месте, так как его святейшество есть эманация Ченри Зига, что мы имеем сейчас, это живой Шрингхоу Ченри Зига. Татрах упоминается, что Лапчи это Мандала Чакра Самвара, но для обычных людей то, что мы видим, это всего лишь обычные горы и породы. К счастью, с нами был Нуббаринпочи, сопровождающий нас и указывающий на ключевые моменты. Когда местные люди умирают в Лапчи, тела больных людей обычно изрезаются и выбрасываются в ревну. Тела же практиков кремируются здесь после того, как они покидают этот мир. Также есть некоторые люди, которые ставят здесь палатки, и практикуют чё. Это след когтей. Когда Джитсун Миларепа был в медитации, шёл обильный снег. его ученики в Нья-Ламе подумали, что он умер и пришли из Нья-Лама взглянуть на его тело. Миларепа принял облик снежного барса и оставил здесь свой след. Затем он вышел оттуда и оставил след своих когтей здесь. В то время Джитсун Миларепа был в пещере Дуду-фу. Недалеко от огромной глыбы находится треугольная местность под названием Верхняя Джонг-танг. Рядом находится маленькая треугольная площадь Зачора Гепхеллин называемая Нижняя Чоджо Инг-танг. Треугольники являются символами Мандалы Ваджреягини. Посередине между двумя треугольными площадями расположена пещера Ваджреягини. Вдоль нашего пути мы пройдем мимо груды пород Мани. Это следы копыта Яка. Ринпоча Обычно только реализованные мастера способны оставлять свои отпечатки на камнях. Почему этот Як смог сделать то же самое? Да-да, это невероятно. Во время Дарзина Янг-гуру Падрага лорд Джик-тэн Сумхон отправил 55525 учеников Лапчи. Дарзин Янг-гу Падраг был там ретритным мастером. Там было два Яка, которые привозили продовольствие для Дарзина Янг-гуру Падрага и Практиков. Один из Яков оставил этот отпечаток копыта. Радуга появилась, когда он умер. От другого Яка остался останок черепа, который похож на маленький человеческий череп. Джитсу Миларе поранее упоминал, что практикующие в горах и спонсоры, живущие в предгоре, все вместе обретут достижение. Это благодаря зависимому возникновению посвящения. Благодаря самоотверженности практикующих Яки, которые помогали им, также проявили знаки достижения освобождения. Недалеко от отпечатка копыта Яка находится порода, похожая на капау. Мы удерживаем курс в деревню Лапчи. Жители деревни ведут скромную тяжелую жизнь. Они зависят от разведения и взращивания яков ради существования. В 1959 году здесь было 36 семей. и остановился сделать простирание перед грудой породы. Это сиденье Дхармы обладает великим благословением. Потому что когда лорд Джиген Цунгон отправил 55525 учеников в Лакчи, они прибыли сюда в ожидании прихода Дарзина Янгру Падрага из Ниалама. Каждый из которых принял сюда по камню, чтобы положить их вместе и сделать сиденье Дхармы. Когда прибыл Дарзин Янгру Падраг, он сел на это сиденье и дал знания ученикам. Они были необычными учениками, так как это сиденье было сделано ими, то оно содержит великие благословения. Прямо перед нами находится замок Шин Кьонг. Это огромный камень, это в действительности сиденье Дхармы Миларепа. Когда Миларепа впервые пришел из Ниалама, Шин Кьонг подверг его испытанию, создав различные препятствия, такие как гроза, наводнение и прочее. Но Миларепа покорил его. Когда Миларепа пришел сюда, Шин Кьонг вновь появился и попросил его дать учение. Так Миларепа сел на этот камень и дал ему учение. Это место затем стало его дворцом. После посещения замка Шин Кьонга, мы отправились в сторону Рам Гинга в Тибете. Там есть отпечаток Снежного Барсовка, которого превратился Миларепа на этом камне. Когда его ученики пришли из Ниалама, чтобы вытащить его тело, они увидели Снежного Барса, лежащего на этом камне. Тем Снежным Барсом в действительности был Сан Миларепа. Позже мы пойдем и посмотрим на отпечаток его тела. Отпечатком на камне является тело Снежного Барса, которого превратился Миларепа. Это граница между Тибетом и Непалом. Если вы пройдете дальше за эти горные породы, вы окажетесь в Тибете. Вот мы вошли в Тибет. Эта территория называется Рам Динг. Это пещера Миларепа. Эта пещера называется Рам Динг, Нан Го Ма. Когда джитсун Миларепа практиковал здесь, многие женщины Якши приходили, чтобы создать препятствия. Некоторые из них толкали эту огромную глыбу, чтобы раздавить его, но он смог прорезаться сквозь и появиться на вершине глыбы. Позже эта пещера была названа Рам Динг-Нан Го Ма. Миларепа также покорила этих Якши. Здесь также есть много гор в округе, которые являются священными горами этих Якши. Отзывы Для меня поднятие вверх было чрезвычайно трудным. Но я думаю, что у меня достаточно уверенности, поэтому я буду продолжать идти вверх. Ли Ао Чуан Чуан. Все, что я знала, это то, что я иду в Лапчи. Я не знала, что это будет так сложно, и не подготовилась. Поэтому в первый день я заплакала. Я плакала, потому что не знала, что будет так трудно. Я была немного испугана. Я также чувствовала себя такой беспомощной, так как нуждалась в помощи людей. Там было три монахини, которые помогали мне на пути. Но до сегодняшнего дня, в четвертый день, я уже могла сама нести свой рюкзак и смогла сама продолжить путь. Что я осознала, это то, что когда человек предлагает тебе руку помощи и дает другим силу, это проявление любви. И теперь, когда мы здесь, лежим и смотрим на небо, я наконец поняла, что когда мы встречаемся со многими трудностями в жизни, только когда мы останавливаемся и по-настоящему оцениваем силу единства, и это приносит чувство счастья. Это очень ценно. Лия Хао, когда мы пришли в Лапчи, мы стремились навестить священную землю Миларепы. Если мы имеем такое стремление, то мы не будем чувствовать себя очень уставшими в ходе путешествия. Вэн Рэп Санг Ринпоче, для меня честь быть здесь в этом священном месте. Это только благодаря тому, что я накопил великие заслуги, что дало мне великую возможность и удачу сейчас. Это также показывает, что у меня есть связь с Миларепой. Мы все согласны в том, что Миларепа – это наш второй Будда. Особая благодарность внук по Ринпоче. Я очень счастлив, что смог прийти и поучаствовать в Бумцоге. Это не только моя личная заслуга. Мы все рисковали нашими жизнями, чтобы прийти сюда для паломничества. Мы все связаны, и мы накопили великие заслуги, поэтому нам следует радоваться. Нам следует использовать эту возможность для очищения негативной кармы, которую мы накопили с безначальных времен. Аскетичная практика – это лучший метод для очищения. Мы здесь, на этой священной земле, и нам следует стремиться обрести просветление и принести благо бесчисленным живым существам. Я также буду стремиться к этому. Благодарю вас. Друмпон кончен сам друг. Я приветствую всех здесь. Особенно Нупо Ринпоче, кто рисковал жизнью, чтобы добраться до сюда, невзирая на все трудности. Я очень тронутый, признателен. Пусть все будет благополучно. Я очень счастлив, что мне удалось прикоснуться к этим нашим историей. Алексей Гундерич, мы можем приехать в эту священную землю и следовать по следам великих йогов. Это чудесно, что в наше время есть учителя, кто до сих пор ведет нас. Мы достаточно большая группа из России, приехавшая сюда в Лапчи. Путь до сюда был достаточно сложным, но это того стоит, потому что здесь много священных мест, много священных пещер. Я советую всем приехать сюда, совершить паломничество. И, возможно, вы сможете попрактиковать. Благодарю. Александр Дагаев. Иногда было сложно, иногда не очень. Всегда был красивый вид и замечательная компания. Поэтому это прекрасный опыт для вас. Огромная благодарность, ну, парень Поча, за то, что пригласил нас сюда. Вадим Лазар. Это действительно мужская поездка. И я очень переживал за женщин. И я не знаю, как они до сюда добрались, потому что по мне это невероятно высоко. Но я рад, что мы преодолели это. Шелли Самач. Да, иногда мы были в сложных условиях. Но когда я вспоминаю, особенно, когда отправляешься на природу, это не то же самое. Как выглядит Миларепа и другие йоги. Это очень вдохновляет. Энди Каталова. Я думал о том, чтобы поехать сюда с детства, как только услышал об этом, но думал, что это невозможно. Но это возможно. Я думаю, это вопрос наших ограничений. Любой даже иностранец может прийти сюда и попрактиковать. И это прекрасно. Сири Тхинлей Норзом. Я немного в замешательстве. Неужели я и правда здесь? Здесь очень красиво. И это очень-очень здорово быть здесь. Я очень счастлив. Ани Пхунццо. Когда я узнала, что мы пойдем посещать Святую Землю, где практиковал джицу Миларепа, я чувствовала себя особенно спудораженной. Когда мы вступили в горы, особенно после посещения пещер Миларепы, я почувствовала себя еще более вдохновленной. Это особенно полезно для моей практики и опыта в Махамудре. Посетив эти священные места, я надеюсь и верю, что у будущего поколения тоже будет возможность вступить на эту землю и иметь веру в практику. Они обязательно получат благословение от джицу Миларепы. Агнец Чонг. Поднятие вверх было, конечно, очень сложно, но это незабываемый опыт. Не каждому дается такая возможность, особенно, если идешь со своим ламой. Поэтому, если есть шанс, я надеюсь, что каждый буддист был способен последовать со своим ламой для паломничества. Ивонна Хо. Это действительно неописуемо, но я чувствую себя счастливой, будучи здесь. Я чувствую, что это место пропитано благословениями практиков, которые были здесь. И мы определенно получили эти их благословения, особенно Миларепы. Джолил Вонг. Здесь очень холодно. Мы не ожидали снега. Поэтому мы очень счастливы. Несмотря на то, что было очень трудно, это того стоило, потому что это священная земля Миларепы. Поэтому мы очень счастливы быть здесь. Неважно сидеть, стоять или спать. Мы счастливы. Кох Иб Майя. Духовно это чувствуется по-другому. Здесь другая энергетика жизни, в плане изучения Дхармы. Это как продвинуться на другой уровень. Руби Ох. Это просто удивительно. Я действительно получила наслаждение. Это мой первый раз, и я действительно получила удовольствие. Несмотря на то, что я много-много раз видела Нуппа Ринпоча, но это было по-другому. Ричард Лим. Для меня большая честь, потому что я слышал жизнеписание Миларепы с молодости. Я всегда хотел знать о его пещерах и местах практик. Теперь я наконец приехал в Лапчи. Особенно Снуппа Ринпоча. Ринпоча сводил нас в много разных пещер. И мы посетили места многих великих практиков прошлого. Несмотря на то, что нас отделяют несколько сотен лет от них, мы до сих пор можем продолжать практиковать здесь. Рамен Лин. Это очень редкая возможность для нас. Особенно благословение Нуппа Ринпоча. Иметь возможность прийти и запечатлеть эти места. Лапчи. Места практик Миларепы. Надеемся, что это видео вдохновит многих людей, чтобы отправиться в путешествие и совершить паломничество в эти священные места. Благодарю. Лоу Хуэй Хонг. Я благодарен Ринпоча, что он разрешил нам задокументировать эту поездку. Без его благословения мы бы не смогли закончить проект. Я надеюсь, что все из вас, кто видит эти фото и видео, получат вдохновение. И самое важное, чтобы вы наполнились радостью Дхармы. Благодарю вас. Перевод Айгерим Тастанова. Озвучивание Артём Пчельников. При поддержке клуба ум.ру Те, кто видел или слышал меня, те, кто услышит мою историю, те, кто слышит моё имя, я о моих действиях. Пусть встретимся мы в чистой земле Будды. Джетсун Миларепа. Субтитры создавал DimaTorzok